Никогда не делай свою домашку, это мы уже знаем, брод, и научил нас всему плохому, что знал. Хэй-хэй, здорово, народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хелплей, надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что мы с вами сегодня возвращаемся в легендарно прекрасную игру под названием Undertale, где будем убивать, истреблять ни в чем не повинных маленьких милых монстриков для того, чтобы удовлетворить наше любопытство, ведь нам крайне интересно, что будет, если всех их убить, если кто-то себя винит за это. Друзья, не расстраивайтесь, ведь, как говорил мой дед, каждый, каждый в этом мире имеет право хоть немножко побыть кровожадным извращенцем. Либо это сказал мой учитель труда, который, как впоследствии, оказался сбежавшим из психушки психопатом. Но это не важно, ведь главное слова. Брочай! Ну, а мы, друзья, продолжаем. Хэй-хэй, вот так вот радостно. Итак, а произошли небольшие изменения, вернее, как сказать, на самом деле изменений не произошло, но я кое-что сделал того, чего вы не видели. Дело в том, что в предыдущем прохождении я допустил одну фатальную ошибку. Я прервал путь геноцида. Как это случилось? Это случилось тогда, когда я напал на... На... Когда я напал на Набстаблука до убийства всех монстров в этой локации. Вот, потому что, когда ты убиваешь всех монстров в локации, Набстаблук просто исчезает, то есть ты с ним даже не дерешься. А из того, что я с ним начал драться, я пустил игру по нейтральному пути. Но! Я все восстановил, в общем, прошел как надо. Ничего не менялось, в плане того, что диалогов новых от этого не появилось, что я убил монстров Дона, Набстаблука, и Ториэль все то же самое говорила. То есть изменения бы коснулись только следующей локации. Но я вовремя это заметил и исправил. Теперь мы будем несколько осторожнее. В основном все. А в общем, я еще почитал ваши комментарии, и вы мне сказали, что все же появились некоторые дополнительные диалоги. А один диалог находится, то есть монолог, да, находится на кухне. Сейчас мы его должны увидеть. Где ножи? Написано красным цветом. Наш главный герой спрашивает, где ножи? То есть мы меняем его сущность, он становится поистине кровожадным. Еще мне сказали, что можно подойти к зеркалу. Вот оно. А, нет, это, это, это не зеркало. Хорошо, погодите. Или может быть вот сюда подойти? А, нет, 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 погодите. Где это было зеркало? Я не помню где. Я не помню где. Вы заглядывайте внутрь, возмутительно. Это ящик с носками Ториэль. Ну, да, это мы знаем. Тут ничего не поменялось. Где же... А, вот, вот, вот это зеркало, по-моему. Это я. Хел. Хел. Имя первого упавшего человека. Не фриск. Хел. Как интересно, все меняется. Ну, а сейчас мы отправляемся в Сноудин. И там повстречаем Санса и Папируса. До того, как мы дойдем до босса локации, скажем так, да, нам придется истребить сразу монстров. То есть мы не будем, как вот тут я ходил, продолжал и параллельно их истреблял. Я сначала, сначала с ними расправлюсь со всеми, а потом уже мы пойдем дальше. Ну, в общем, вы все увидите. Давайте. Вперед, друзья. Впереди нас ожидают слезы. Ториэль было только началом, если вы помните. Мы с вами почувствуем по-настоящему себя кровожадными упырками. Боже мой. Ну, ну, что, что поделать? Что поделать? Нам, нам всем интересно узнать, что будет. Поймите. А, да, кстати говоря, я забыл упомянуть. Вы видели на загрузочном экране? У нас был вот этот паренек. Да-да-да, именно он. Ха-ха-ха. На самом деле, ты не человек, верно? Нет. Внутри ты пуст, как и я. На самом деле, ты Хелл, да? Мы все еще неразлучны, даже после всех этих лет. Послушай, я придумал, как стать могущественнее. Еще могущественнее, чем ты и твоя украденная душа. Давай уничтожим все в этом жалком мире. Всех и каждого из этих бесполезных воспоминаний. Давай обратим их пыль. Это великолепная идея. Он говорит, это великолепная идея. Это ван... Ну, короче, вы слышали, да? Вот такой вот диалог с цветочком, которого не было в тех прохождениях. Undertale. Вот так вот. Теперь этот парень наш... Друг. И он увидит нас, Хэла. Все потому, что, как вы помните, Хелл ненавидел человечество. Он был кровожадный. Хелл был... Хелл был злым. По сути. Мы... Он был пустой, как заметил, цветик. И он увидел эту пустоту и кровожадность в нас. И вот сзади крадется Санс. Посмотрим, изменится ли что-нибудь, когда мы его встретим в первый раз. А вот и он. Человек! Неужели ты не знаешь, как встречать нового приятеля? Повернись и пожми мне руку. Хе-хе-хе-хе. До сих пор смешно. Шутки про пердёж никогда не будут из моды. Хе-хе-хе-хе. Старый трюк с подушкой-пердушкой в руке. Всегда смешной. Сейчас, эээ... Ты должен был засмеяться. Или, эээ... Хоть как-то отреагировать. Ё-моё, Лэдди, ты правду знаешь, каких выбирать, да? Ладно, всё окей. У каждого своё чувство юмора. Я сам, скелет Санс. По идее, сейчас я должен осмотреть, если тут люди. Но, знаешь, меня это особо не волнует. Но вот мой брат Папирус, он человекоохотничий фанатик. Эй, вообще, я думаю, что он вот там. У меня есть идея. Пройди через это подобие ворот. Мой бро сделал брусья слишком широкими, чтобы хоть кого-то остановить. Быстро, заеду подходящую по форме лампу. Ох, ладно, можешь этого не делать. Ооо, погодите, мы и не спрятались. А мы тогда спрятались или нет? Нет, тогда мы спрятались. Санс, ты уже нашёл человека. Ага. Правда? Ваушки. Думаю, всё в порядке. Ха-ха. Это сработало, да? Хе-хе. Чего? Так и будешь пялиться на меня, или... Да, всё, ничего не меняется. Просто лампа удобной формы. Ничего. Это точно что-то вроде КПП или наблюдательного пункта. Но здесь в бутылке кетчупа, горчица и приправ внутри. Хорошо. Ну, буду с тобой откровенен. Мой брат очень хотел бы увидеть человека. Так что, знаешь, ты выручишь меня, если продолжишь притворяться им. Ну, а мы будем играть злую роль. Как вы помните. 16 остаётся. Мне стали сообщать при сохранениях, сколько монстров осталось. Использовать сундук? Да, чё у нас там? А, грубые перчатки, да. Вот так вот, друзья, мне стали сообщать, сколько монстров осталось. И, наверное, здесь мы, собственно говоря, и разберёмся со всеми ниви. Итак, снегоцеп порхает. Но у нас всё просто. Мы тебя просто убьём. Макароны и холод. Ну, чуть не забыл уворачиваться. Макароны и холод, кстати говоря, что за бред? Вот так вот. Всё, замечательно, с двух ударов вы победили. О, это круто. Ну-ка, сейчас счётчик уменьшился. Ну-ка, мне просто интересно. 15 остаётся, да? Действительно, слушайте, очень круто. Давайте пройдёмте наверх. Так, ну-ка, изменится ли что-нибудь здесь? Как вы помните, там была записка, всё, что было на крючке. Фото со стороны выглядящим монстром. Позвони мне, вот мой номер. Вы решили не звонить. Да, действительно, кстати говоря. А, попробую по поводу звонка. А если наберу торель? Набор номера. Но никто не пришёл. Интересно. Но никто не пришёл. Итак, снова бой. Ледошляпа в поле зрения. Давайте его размозжим. Кстати, с первого удара, ни хрена себе, я сильный какой. В общем, кстати говоря, мне тут подсказали, как на изи можно вызвать монстра. Сейчас я вот здесь попытаюсь нарваться на монстра, вот в этом квадратике, и начну упираться вверх. Вот такой мне дали совет. Ой, не-не-не. Сначала мы убьём всех монстров. Чтобы не допустить ошибку, которую я допустил тогда, я сначала разберусь с ребятами здесь. Появляется пёс поменьше. Битва, пёс поменьше. Поехали. Замечательно. Фух, фух. А, мам, это ты моя милая собачка. Я такого жалко убивать, честно говоря. Но извини, я кровожадный ублюдок в этот раз, бро. Всё, я убил его. Победили. Блин, прямо жалко. Итак, я должен упереться и вот так вот сделать. То есть зажать кнопку вверх и вниз. И типа это считается за передвижение. И так быстрее мы нарвёмся на монстров. Но да, действительно, это сработало, ребята. Огромное вам спасибо за такую чудесную подсказку, упрощающую весь процесс. Всё, последнее убийство, ребята. Последнее. И сейчас всё станет страшным. Страшным. Знаете, что было бы круто? Если бы вот, например, в Сноудине ты убиваешь всех монстров. И локация немного меняется. Например, весь снег кровяной такой становится. Да? Ух, было бы очень круто. Если бы прям вот так вот менялось. Знаете, прям всё менялось. Очень было бы классно. Это прям добавило какую-то бы особенную изюминку. Как вплов. Но, увы. Увы, нет. Что-то прям очень мало монстров. Вот мы прям смотрите, как долго с вами пытаемся поймать хотя бы кого-нибудь. Хотя, возможно, монстры увидят, что с нами происходит и просто боятся к нам подходить. Может быть, монстры подходят. Молодой человек, вам не помочь. А мы достаем ножик. И сейчас я тебя убью. И убиваем их. Ну, ужасно. Пойдите, может быть, может быть, вот так вот сделать это что-то как-то, как-то долговато. Может быть, так сказать, перезагрузим локацию вот эту вот, часть этой локации. Что я делаю с ёлкой, бог ты мой? Пойдите, или всё. Или нет, ну всё равно должна, всё равно должна начаться битва. Всё равно должна начаться битва. Даже если всё, она должна, ну, появится битва, и нам скажут, что никто не пришёл. Но такого не происходит. Очень странно, кстати говоря. Погодите. И вправду, остался один. Не знаю, может быть, даже пойти дальше, может быть, минор. О, ура! И опять Чилдрейк. Никогда не делай свою домашку. Это мы уже знаем, бро. Ты научил нас всему плохому, что знал. Всё. И вот теперь, теперь мы убили всех. Ну-ка. Решимость. Вот оно. Мы убили всех, и изменилось на решимость. Теперь можем продолжить. Так, Санс, когда появится человек? Я хотел выглядеть по выходному отлично. Хотя мой вторичный наряд тоже хорош. Разве у тебя есть другая одежда? Нет, но я ведь мог сделать новую прическу. О, верно. Хорошая идея. Слушай, почему бы тебе не посмотреть туда? Пацаны едут. Санс, о, мой бог. Я ошеломлён, на что я смотрю. Смотри. О, мой бог. Почему ты просишь меня смотреть на камень? Эй, а что это перед камнем? Боже мой, я без понятия, что это. Ну, это не камень. Не камень? О, нет. Методом исключения. Значит, это человек. Но человек. Приготовься к высоким уловкам, к низким уловкам. Опасности, головоломки, проказы, шмаказы. Блины и другие виды развлечений. Угощения будут предоставлены, если посмеешь. Не. А ты глазом не моргнул, да? Битва. Но никто не пришёл. И всё резко стало чертовски мрачным. На этой карточной коробке какой-то текст. Вы наблюдаете хорошо сооружённую наблюдательную станцию. Кто же мог построить её? Вы хотите знать. Ставлю на то, что это был очень известный Королевский Стражник. Так, подпись пока ещё не слишком известный Королевский Стражник. Совершенно не двигаться? А, вот ещё один особый, особый мини-босс, как их называют, которого мы должны, кстати говоря, убить. Кто-то двигался для твоего воображения? Я могу видеть лишь двигающиеся вещи. Эй, а почему-то я не могу перестать дрожать. Кто, кто здесь? Недолго преграждает дорогу. Прости, бро. Прости меня. Нифига себе, не надёгуем. Хорошо, как скажут. Убиваем. Вы победили. Блин, так жалко его. Всё. Никто не появляется. Кто-то курил собачьи лакомства. Но никто не пришёл. Север, лёд. Ну, понятно. Восток, Снежнеград. И лёд. Ясно. Давайте наверх поднимите. Снеговик. Вы несёте слишком много вещей. А-а-а. Так. Ну, ради того, чтобы посмотреть, что он сделает, давайте монстр-конфету в мусор. Да, вот так вот сделаем. Здравствуй, я Снеговик. Я не могу двигаться. Путешественник. Если бы ты мог... Вы получили кусочек Снеговика. Если бы я мог, что? Вы несёте слишком много. В смысле? В смысле я несу слишком много? Я могу ещё взять? Погодите, ну-ка. О, боже мой, боже мой, что ты делаешь? Скоро от меня совсем ничего не останется. Вы получили кусочек Снеговика? А-а-а. Я его разбираю. Так, я выкидываю монстр-конфеты. Не хочу возвращаться. Остановись, пожалуйста. Бесполезная кучка снега. Кусочек Снеговика. 45 АЗ. Пожалуйста, отнесите его на край земли. Так я его могу... Съесть или что? Или это его ХП? Надо бы попробовать его применить. Пожалуйста, отнесите его на край земли. Честно говоря, вот эти вот изменения небольшие в элементах. Прямо... Очень сильно меняют атмосферу. Мы разобрались Снеговика и прям... Ну прям даже стал не по себе. Ты такой лентяй! Ты дремал всю ночь! Вроде как это называется спать. Оправдание, оправдание! Человек прибыл, чтобы остановить тебя. Мой брат и я придумали несколько головоломок. Мне кажется, ты найдешь эту весьма шокирующий. Как видишь, это ну... Не видим... Должно быть у тебя сейчас культурный шок, видишь ли? В моих местах это теплая традиция. Страдать, решая кошмарные головоломки просто так. Так что... Просто иди туда и... Ах... Почему нам не достался человек, любящий загадки? Мой брат был бы счастлив, если бы ты подыграл ему немного. Но мы этого делать не будем. Мы этого делать, друзья, не будем. Потому что мы отыгрываем плохого парня. Так, а дальше... А внизу... А внизу я не помню. А, лунка... Куда нам надо будет загнать... Мячик, я помню. Тут есть дыра. Ну-ка. Как его загнать-то я не помню. Это снежок. А, это снежок просто. Так, ясно. Хорошо. Человек, надеюсь, ты готов для... Так, надо было пойти наверх. Вот. Санс, где головоломка? Она прямо там, на земле. Доверься мне. Он ни за что не пропустит её. Я пойду. Санс, человек сбегает. Ты сделал головоломку слишком... Я, прощая, попытался выйти. И открыли вот этот вот диалог. Сделал головоломку слишком сложный. А и ты вернись сюда. Санс. А, всё то же самое. Ладно, давайте. Монстроподанец. И дети не поможете решить этот пазл. Всё, я пойду. Так, ладно. Хорошо. Какого чёрта? Он не пропустил её. Я ж говорю тебе. Все любят искать слова. О, мой бог. Я не могу работать в такой обстановке. Несмотря на всё это, тебе нравится искать слова, да? Значит, ты всё же не такой же плохой. Ты ошибаешься, Санс. Я очень плохой. Ха-ха-ха. Да. Пойдёмте наверх. Так. Его. Рейтинг опасности по запаху. Запах снега. Снеговик. Белый рейтинг. Может стать жёлтым рейтингом. Не вызывающий подозрений. Запах щенок. Голубой рейтинг. Запах окатания по земле. Странный запах. Человек. Зелёный рейтинг. Уничтожение любой ценой. Её. То есть его и её будка. Понятно. Пойдёмте дальше. Не решать головоломки. То, что мы не собираемся этим заниматься. Так. Это записка от папируса. Человек, пожалуйста, наслаждайся этими спагетти. Ты не знаешь, но эти спагетти ловушка, приготовленная, чтобы заманить тебя. Ты будешь так занят, поедая их, что не заметишь, что ты не продвигаешься. Ты будешь гениально разыгран великим папирусом. Не. Папирус. О, боже мой. Решимость. Сохранить. Давайте проверим. Тарелки заледеневших спагетти. Она такая холодная, что вмерзла в стол. Отключённая микроволновка. Все настройки указывают спагетти. Понятно. Внимание, собачья свадьба. Да, но никто не пришёл. Это мы тоже знаем. А, вот эти ребята. Их нам тоже надо убить. Что это за запах? Откуда этот запах? Если ты запах, покажись. Не нашли. А, нашли. Э, вот где этот странный запах. Мне хочется уничтожить. Уничтожить тебя. Ой, ребята, извините, но мне придётся прервать ваши любовные... Ну, вот эти вот сюси-пуси. Мне придётся убить вас. Прости. Сначала я начну с твоей любви. Чтобы ты больше страдал. Ха-ха-ха-ха. Ну, два чемпиона понюхать 98. Конечно, с нами обойми. Так, и что? Ага. До свидания. А, она ещё жива. Не трожь мою сосисочку. Он сделал это. Так, отлично. Битва. До свидания. Скулит. Смотрите, он расстроился. Сердце дог... Дагамия разбито. Блин, ну за что? Зачем вы это пишите мне? Вы победили. Он ослабел аж. И мы его смогли убить с одного удара. Превратите каждый икс в ноль. И затем нажмите на переключатель. А, ну тут уже всё решено. Так, стоп. А наверху-то что было? Я забыл. Там был ещё проход наверх. Зачем мы пошли вниз? Я уже забыл конкретно где что находится. Но мы обязательно проверим. Вообще, если здесь... А, здесь... Здесь и не было прохода. Хорошо. Но, по крайней мере, теперь я убедился в этом. В общем, скажите, крайне печально сейчас было, как мы... Как мы сделали. Причём, видите, как я сделал так искромётно, да? Я сначала убил его любовь. А потом я убил его. Блин, это прям... Смотрите, загадки решены уже. О, не Татоша? Эй, этот человек! Тебе понравится эта головоломка? Это сделала великая? Ты серьёзно? Занс, помоги! Он продолжает проходить через мои головоломки. Он должен был дать мне объяснить ему. Тогда расправься с ним с помощью опасных шуток. Ну, может, ему не нравятся шутки? Всем нравятся шутки! Что насчёт ондайн? Разве она не ненавидит головоломки? Она ненавидит головоломки, но любит шутки. В этом есть смысл. Человек, а ты как думаешь, головоломки или шутки? Ладно, обычно это часть, где ты или соглашаешься, или возражаешь. И в зависимости от твоего ответа мы скажем, ответ нечто великое. Вот, может, ты решишь эту загадку сам? Это неразборчивые каракули. Машина не работает. Эй, головоломки могут быть весёлыми, только попробуй. На полу внутри находится коробка шпиц-изюма. Осторожно, собака, пожалуйста, погладьте собаку. Это куча размягшего снега. А вот здесь стояли ребята, и их нет. Помните, собака, которая прилипла языком, и другая собака модная такая? И их нет. Ой, блин, здесь надо же просто докатиться. А, ну да, нам в любом случае надо вот это взглянуть. Это кучка снега со словом Санс, написанным наде-красным маркером. И это снежный папирус. Тут никаких изменений. Так, нам просто надо вот так вот. Тож, головоломка тоже решена. Так, а вниз или направо? Кучка снега. Так, стоп. По-моему, вниз. Вернее, пройти надо направо, но вниз я хочу заглянуть. Но никто не пришел. Че как? Так, ясно. У него не меняются фра... Опа. Ты потерялся? То же самое. Так, а изменится ли что-то в пещере? Но никто не пришел. Нет, ничего не изменилось. Это дверь. Ну, значит, мне сказали верно. В общем, ребята, эта дверь, знаете, когда открывается? Помните, я от субтитров уворачивался в концовке пацифиста? Так вот, если вы сможете увернуться от абсолютно всех титров, то тогда откроется эта дверь. Вот так вот. Кучка снега. Так. Какая маленькая кунура. Гав. А он не сказал, что должно быть внутри, она больше. О, и сейчас мы его убьем, к сожалению. Да. Очень жалко. Прости меня, пес побольше. Ого. Че-то погавкал. Блин, жалко ему. Все. Вы победили. Кстати говоря, музыка ну, ушла из вот, из этой мрачной, да, в другую. Человек, это твое последнее опаснейшее испытание. Узри вызов смертельного ужаса. Да, мы знаем, это не сработает. Когда я дам команду, все полностью активируется. Пушки будут жечь. Шипы раскачиваться. Клинки резать. Каждая часть будет яростно качаться вверх и вниз. Останется лишь крошечный шанс на победу. Ты готов? Потому что я уже вот-вот сделаю это. Пес особенно опасен. Справа вот-то. И чего ждем? Ждем. Ничего мы не ждем. Я собираюсь активировать ее сейчас. Это как-то не выглядит активированным. Итак, наверное, теперь он просто пройдет. И будет совсем не весело. Эм, так это человек арестован, да? Ну, как бы мы. Я счастлив, что схватил его. Ведь я буду известным стражником. Но все время, что я трачу на головоломки, это будто у... Это будто устроить вечеринку ко дню рождения. Без ловушки огня. В точку. Это бессмысленно. Может, ты прав насчет лени и головоломок. Я прав в чем-то. Серьезно. Ага. Что я несу? Ты все еще абсолютно ошибаешься. У меня просто не та публика. Представь, как бы здесь было весело, ондайн. Огонь. Жестокость. Это по ее части. И я не потрачу эту головоломку на тебя. Мне надо ценить друга, который у меня уже есть. Фух. Ценный жизненный урок. Не. Ха-ха-ха-ха-ха. Хорошо. Хорошо, как скажешь, Папирус. Эм, думаю, нам не нужна была твоя помощь, чтобы хорошо провести время. Эм, я тут подумал. Видимо, ты скоро будешь сражаться с моим братом. Вот тебе дружеский совет. Если ты будешь продолжать в том же духе. У тебя появятся неприятности. А вот это было страшно и изменения. Злой Санц. Добро пожаловать в Снежний Град. Лавка. Но никто не пришел. Прочитать, украсть, взять. Прочитать. Тут записка. Пожалуйста, пощади мою семью. Охренеть. Так, погодите. Перед тем, как украсть, я... Да, использовать сундук. Я постараюсь все сюда сложить. Так. Давайте сохранимся. Ну-ка. Эм, взять. Грубая перчатка. А, я могу, типа, бесконечно брать, что ли? А, ну да. Ха. И вправду. Погодите, а если я украду? Вы взяли 758 монет из-за прилавка. Вот это интересное изменение. Так, мужицкая бандана. Использовать. Грубая перчатка. Использовать. Мусор. Мусор. Я не знаю, стоит ли... Давайте выкинем два эскимо. И наберем коричневых заек. Они больше восстанавливают. Взять. Все. Наворовали. Вот это да! Вот это изменение! Погодите, а в отеле что? Ребенок? Он остался тут? Это не более чем приманка. А, я понял. И туда нельзя. Они все покинули город. Решимость. Вот это да! Вот это изменение! Ну что ж, друзья. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, если хотите поддержать меня. И увидеть продолжение. Не забывайте подписываться на канал. Есть у нас группа ВКонтакте, группа в Стиме. Удобные уведомления о новых роликах, если не хотите их пропускать. Также у нас есть канал на Твиче. Там проходят прямые трансляции. И второй канал на Ютюбе, где выкладываются их записи. С вами был Сергей Халье. Все он сам наилучшего, прекрасного и зашибенного. Ну и будьте решительны. Даже в воровстве. А, видимо мы ее даже будем выпустить. Короче, надо дождаться, когда он заснет. Так, а что будем делать со всем этим? Погодите, значит кнопки наверняка надо использовать на кровать. Это опять же единственное место, где он, ну там, ложится, садится. Вопрос теперь, как, эээ, как хитрожопа активировать эту штуку? Я, конечно, могу, ээ, закинуть туда головешку. Вот. Ну а с другой стороны могу и не закинуть. А Сергей, видите, стратег. Разрушил.